Монархическая идея В полной мере она задушевывалась и в некоторых СМИ, и в большинстве СМИ, и в политической жизни. Ее до сих пор пытаются держать вне основного политического поля, но совершенно очевидно, что ее потенциал чувствуют как наши друзья, так и наши недруги. И не случайно отношения монархической идеи со стороны наших недругов иногда становятся иррационально, истерично, неожиданно. Надо сказать, что как имя императора стратегия Николая Александровича, так и вопрос о возрождении монархии в России у некоторых людей вызывает какое-то беснование, истерику. Нет ни аргументов разума, ни культурной дискуссии, ни спокойствия внутреннего. Ты слышишь какие-то абсолютно безумные потоки нерациональной брани в эфире некоторых радиоканалов, в некоторых текстах, в некоторых публичных выступлениях, на ток-шоу, еще где-то. Вот вдруг нам начинают говорить кошмар, ужас, средневековье, массовые жертвы, костры инквизиции и все такое прочее, тюрьма народов и так далее. Откуда это все взято? Они очень правильно перечислили некоторые мифы, которые озвучиваются, но бесполезно эти мифы опровергать на основании научных или иных рациональных аргументов в споре с теми, для кого ненависть к целю монархии в некотором периоде в нашей истории носит просто такой иступленно-демонический характер. Вот в бешенство впадают некоторые люди при императоре Николая Александровича и при разговоре о возрождении монархии. Вот во всем контексте нам нужно действовать одновременно, смиренно, как голуби, муру, как змеи, и дозволенно, как и подобрают христианам, православным, знающим, что им Господь открыл конечную истину, которая, в свою очередь, открывает дорогу к вечное Божие Царство. Очень хорошо, что у нас сегодня присутствуют привержницы разных подходов к престолу наследию и к тому, кто и как должен занять престол. Нам нужно держаться вместе, оставляя, может быть, эти споры на будущее. Очень важно, чтобы движение смогло объединять более широкий круг людей, чем те, кто собраны на этом зале, те, кто как хорошо знают друг друга и общаются в течение нескольких десятилетий, кто-то в течение нескольких лет. Мы знаем также хорошо, что есть и иные монархические движения. Возможно, искать общие точки соприкосновения и общие дела с ними будет сложно, потому что, увы, у нас монархические движения, как и некоторые иные движения, достаточно запчено. Но выход из вот этого долгого наличия нескольких монархических организаций, не сообщающихся друг с другом, как и людей из Соборяна и Евангелия, выход, наверное, вот в чем. Он может быть достаточно неожидан для некоторых христиантов здесь присутствовать. Нужно вовлекать новых людей, новых союзников, и в том числе людей, активных в политике, в культуре, в медийной сфере. Этих людей достаточно много. Как я уже сказал, монархический идеал недовостребован, но потенциал в нем чувствуется. Когда устраиваются вопросы общественного мнения, вдруг выясняется, что достаточно большое количество людей поддерживает возрождение монархии. Когда возникла перечальная ситуация с известным качественным фильмом, очень большое количество людей, таких как молодые актеры, бизнесмены, какие-то интернет-активные господа, в частности, блогеры, видеоблогеры, вдруг стали говорить, да, нам нравится идея этого фильма, да, мы любим нашего царя, да, мы считаем, что монархия в России – это самый правильный строй. И вот этих людей нужно как-то вызывать на общение, может быть, через интернет-каналы, может быть, через приглашение на конференции. Нас, монархистов, гораздо больше, чем нас, собранных в этом зале. И через подтягивание людей, которые могут стать трупскими медийными образами нашего, как хочется верить, монархического будущего, мы можем достаточно многого добиться. Не нужно бегать за звездами, как сейчас бегают некоторые церковные пиарщики, какое страшное слово, церковные пиарщики, считая, что спортсмен или актриса какая-то знаменитая, или отручный писатель – это вот нечто более ценное, некто более ценное, простите, чем люди, которые годами ходят в храм и знаменитых христианской жизни, гораздо больше, чем вот эти звезды, и гораздо больше могут сказать. Нам нужно бегать за этими звездами, так называемыми, но нужно подтягивать их в труп наше общение, а вось чему-то не научится, а вось потом что-то не скажет. И, конечно, я каждый раз об этом говорю, нужно про активность активность всем, кто в этом звали, в области, особенно в медийной сфере. Это не так сегодня сложно. Вот здесь, в общем, некоторое время назад еще один сход людей, где были представители левой политической ориентации. Я сказал тогда достаточно простую вещь, давайте будем делать просто видеоблоги и реагировать оперативно на какие-то события общественной жизни, а сегодня реакция очень, может быть, важна, потому что люди ждут ответы, в том числе, с точки зрения христианского понимания политики, экономики, общественной жизни. Мне тут же было сказано, двумя достаточно уважаемыми общественными деятельностями, но на это нужно много денег. Да не нужно на это много денег. Нужен, может быть, человек, который в каждом отдельном случае вот такого видеоблога готов будет посвящать один-два часа в день, а то и в неделю для того, чтобы заниматься технической работой, а потом нужны люди, которые способны ясно и ярко что-то сказать. Покончу с тем, с чем я начал. У арктического движения есть большой потенциал именно сейчас, именно в нынешнем политическом контексте. Этот потенциал связан с тем, что у нас есть идея, у нас есть идеал в условиях, когда, в общем, идейная власть валяется под ногами. Я был несколько дней назад на митинге, посвященном повышению профессионального возраста, и вот там вышла девушка, очевидно, лет 20 максимум, которая сказала, отчасти даже спела, какие-то очень простые вещи, но одна из этих простых вещей была очень показательна. Она почему-то, не будучи очевидным представителем элиты нашей политической, сказала этим элитам, слушайте, вы же устали, вам неинтересно жить, у вас жизни нет, у вас здравия так называемого нет, вы же уже не способны ничем управлять, вы видны ли? Она абсолютно права, общаясь с некими представителями наших клиентов, я знаю, что это так, это абсолютно внутренне опустошенные люди, у них нет же плана бороться ни за что, они готовы, извините, свалить в любую секунду, их не будет защищать никакая армия и полиция, потому что эти люди в армии и полиции тоже знают, что я себе представляю, эти люди даже за большие деньги, они, может быть, готовы поработать на них, но жизнь, власть массово, особенно в группе народа, нынешние наши сессии, силовики, вот за эту элиту точно не будут, поверьте мне, тем более, что они знают, как поступали с побежными сессиями силовыми элитами те режимы, которые на них опирались не в прошлом Европе, а тем более те режимы, которые пришли взамен. Вот в этих условиях очень важно сказать о нашем идеале, о наших идеалах. Это идеал служения на фоне воровства и предательства. Очень многие люди устали от воровства и предательства, в том числе те, сами, господа и товарищи, которые воруют и предают. Идеал служения на этом фоне очень важен. Это идеал единства власти и народа на фоне растущего цинизма, на фоне растущей дистанции между ними. Это идеал политики, основанный на вере, надежде и любви, на фоне опустошенности, опять же, цинизма, эгоизма, на фоне бюрократической косности и технократической роботизации. Вот за этими идеалами сегодня могут пойти сотни, тысячи, даже миллионы людей и даже десятки миллионов людей. Этими идеалами мы сильны. Этими идеалами нам сегодня нужно пробивать дорогу к должному христианскому государственному устройству в жизни вашей стране. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok